На этой неделе в Самаре будут проводить работы на сетях водоснабжения. Во вторник, 16 января, планируется заменить запорную арматуру на сетях, расположенных на улице Енисейской. В ряде домов на этой улице с 9 до 17 часов не будет холодной воды. В Самарской областной универсальной научной библиотеке 19 января откроется выставка «Во имя жизни. Изобретатели блокадного Ленинграда». Посетители познакомятся с историческими исследованиями технической литературы и уникальными архивными документами 1941-1944 годов. Экспозиция будет доступна до 13 февраля. Вход свободный. В Самарском духовно-просветительском центре Кириллица состоялась благотворительная акция «Рождение добра». Это праздник для детей с особенностями развития. Акцию организуют при участии регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России». Подробности в программе события на телеканале «Самара ГИС». 13 января Самарской губернии исполнилось 173 года. Мероприятия, посвященные этой дате, прошли как на территории региона, так и на ВДНХ в Москве на выставке-форуме «Россия». Гостей познакомили с достопримечательностями и достижениями Самарской области. Выставка регионов на ВДНХ продлится до 12 апреля. В Самарской области резко выросла заболеваемость коклюшем. В ноябре 2023 года было зафиксировано 208 случаев заболевания, тогда как год назад за этот же период был выявлен только один заболевший. Коклюш – это инфекционное заболевание, которое проявляется сильными приступами спазматического кашля. Симптомы держатся 3-4 месяца. Международный аэропорт «Курумыч» подвел итоги работы в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января услугами «Авиагавани» воспользовались 87 750 пассажиров. Производственные службы аэропорта обслужили 677 рейсов. «Сферум» представил новые функции. В учебном профиле появился раздел «Награды», благодаря которому педагоги смогут мотивировать и поощрять школьников за достижения в учебе, спорте и вне учебной деятельности. Пользователям «Сферума» стала доступна расшифровка видеозвонков и функция «Важных сообщений», которая поможет не пропустить в учебной переписке нужную и актуальную информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова